Доброе утро. Надеюсь, вы хорошо выспались. Надеюсь, лучше, чем я. Но я уверен, что сегодняшнее изучение взбодрит всех нас. Это будет как контрастный душ. Так что приготовьтесь. Если бы я вас спросил, подсуммировать несколькими словами миссию Ирии, какие слова вы бы для этого использовали? Реформация. Восстановление. Возрождение. Наилучшим обобщением было бы, наверное, цитата из Малахии 4. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. Но что же это означает? Сегодня мы рассмотрим Дух Ирии и Евангелие исцеления через послушание. Как мы уже изучали, послание Ирии заключалось в том, чтобы восстановить практическое благочестие. Это есть ничем иным, как восстановление заповедей Бога. Установка их в верном месте в наших отношениях с Богом. И мы начнем с слова «помни». Когда я говорю «помни», наверное, первое, что приходит вам на ум, это четвертая заповедь. Но когда вы откроете книгу Малахии, четвертую главу, вы, наверное, заметите, что работа и послание Ирии, собственно, не начинаются пятым стихом, который звучит «вот смотри», но с четвертого стиха словами «помните». Потому что многие переводы вместо слова «вот смотри» имеют спереди «и». «И вот смотри». Это похоже на место в Евангелии от Матфея 28, стих 19. И если бы я вас спросил, что там стоит, вы, наверное, ответили бы «и так идите, научите всех и так далее». Но на самом деле здесь начало в стихе 18 со словами «да на мне всякая власть на небе и на земле». И дальше стоит «по этому». То же самое и с Малахией и Ирией. Здесь стоит «вот смотри», но что? Говорится «вот смотри». Я сейчас посылаю Ирию, чтобы сделать то, что он должен сделать. Но перед этим стоит и мы это сейчас прочитаем. Это очень важно перед тем, как мы это прочитаем, так как это упускается большинством изучающих Библию, насколько я это замечаю. Здесь в Малахии стоит «помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве, для всего Израиля, равно как их правила и уставы». Сразу можно увидеть из этого текста, что здесь нет возможности перепутать это с Моисеевым законом, потому что Малахия здесь ссылается на гору Харив. Итак, какую связь мы находим между Моисеевым законом «десять заповедей» и обращением сердец отцов и сыновей? Давайте посмотрим в Ветхом Завете в книге Второзаконие 6, стихи 4 и 5. И вы увидите, что формулировка в этом тексте почти та же, что и в Малахии. Давайте прочитаем. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Это также стало словами приветствия в израильском народе. «Шма Исраэль Адонай Элухену Эхат» И этой формулировкой вы открываете сердца каждого истинного еврея. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, что на еврите есть мышление, ум, разум и всею душею твоею, что есть духовная сущность». Потому что в бытии говорится, что когда Господь вдохнул свой дух в Адама, он стал душею живою. Дух сделал его душею живою. Так что у нас есть ум, дух и всеми силами твоими это относится к телу. Другими словами, это важно, что закон Моисея, что есть заповеди Бога, должен играть важную роль, чтобы приготовить людей к Господнему дню. И они составляют не только структуру для послания и миссии Ильи, но и отвечают на вопрос, что значит «любить Бога». Продолжим читать. Вот заповеди, постановления и законы. Если сравнить это с Малахией, тогда можно увидеть, что это почти слово в слово совпадает, которым повелел Господь Бог наш учить вас. Теперь слушайте внимательно. «Соблюдал ты и сыны твои и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». Так что в начале у нас есть заповеди, постановления, как и в Малахии. Дальше идут отцы, сыны и сердце. Понимаете ли вы, как важно начать всю миссию Ильи не пятым стихом, но со стиха четыре? Потому что каждый мог бы сказать, знаешь, нам нужно обращение, чтобы поколения работали с поколениями, и так мы концентрируемся больше на молодежи, и так же на работе с людьми постарше, и все говорят «аминь». Но что же это означает? Как происходит это обращение? В контексте второзакония Малахия говорит нам, что это случится, когда отцы и сыны возвратятся назад к Божьему закону, будут послушными, и встретятся там вместе в одном духе. И таким образом мы можем прийти к заключению, что есть хорошей новостью, а именно Евангелие. Евангелие, обновление и исцеление, и именно через послушание. И в основном мы это перепрыгиваем, когда мы слышим слова Евангелия. На нашем предыдущем изучении мы увидели, что возвращение Ильи, что сущность сообщения Ильи было обличение, восстановление, исцеление, обличить грех и моральное зло, возобновить истинное поклонение и принести исцеление душам больным грехом. Давайте повторим миссию и задание Ильи. Вся жизнь Ильи была посвящена делу реформ. Он был глазом вопиющего в пустыне, обличающим грех и сдерживающим прилив нравственного зла. И хотя он пришел к людям как обличитель греха, его послание предлагало гелиадский бальзам для больных грехом душ всех, кто хотел получить исцеление. И вы припоминаете, что мы уже изучали, что весть Ильи и трехангельская весть следуют одной и той же метрике – обличение, восстановление, исцеление. Теперь это очевидно, что не только весть Ильи и весть трехангелов связаны в структуре. Будьте осторожны. Они также следуют ключевым принципам реформы здоровья, которые есть. Должна быть установлена причина, исправить нездоровые условия, поддержка природы, чтобы изгнать нечистоты и восстановить правильные условия. Что значит, что должна быть установлена причина? Это не что иное, как обличение греха. Усматриваете ли вы здесь эту связь или исправление нездоровых условий есть ничем другим, нежели отделение от Вавилона и всего, что идет против воли Бога. Например, идолослужение, поддержка природы в изгнании нечистот. То же самое – позволить Богу делать то, чего я не могу сделать. Потому что даже спасение базируется на условиях. Это не наша тема, но я хочу спросить, как вы думаете, что есть главным условием для спасения? Осторожно, это каверзный вопрос. Можете это сделать в качестве домашнего задания. И ответом будет одно слово. Я нашел 18 цитат Эллену Уайт, где она говорит, что есть условием для спасения. Она говорит, это послушание. И когда вы это слышите, у вас, наверное, появляются мысли. Потому что вы, может быть, слышали по-другому. То послушание не имеет отношения к спасению в первую очередь. Оно автоматически приходит где-то как-то в будущем после того, как вы спасены. И, пожалуйста, не цитируйте и не интерпретируйте неверно мои слова. Я не говорю о заслуге. Я говорю о условии. Условия не есть заслугой. Это было бы другой темой, но мне нужно продолжать. Итак, усматриваете ли вы узор, иначе я не смогу продолжить. Между Вестью Ильи и Трехангельской Вестью и базовыми принципами реформы здоровья. Законы здоровья, или можно сказать, естественные законы, являются частью возвещения Трехангельской Вести. Они не есть дополнением, они часть ядра этой Вести. Сделать естественный закон ясным и призвать к послушанию Ему. Это работа, которая сопровождает Трехангельскую Весть. Почему это должно быть так? Потому что те, кто приступает к закону Божьей в своем физическом организме, и будут склонны нарушать закон Божий, произнесенный с Синая. И это стало реальностью в жизни Даниила и его трех друзей Анании, Мессаила и Азарии. В позитивном смысле. И вы должны знать, что большая часть Ветхого Завета является типологией. И первые главы Даниила являются типологическими для эсхатологического пророчества. Я думаю, что здесь мне не нужно вас в этом убеждать. И мы можем здесь сэкономить время. Образ тут, образ там, декрет смерти. Но на одном я хочу установиться. А именно, что позволило Трем евреям быть такими верными и стоять так твердо, когда речь шла о моральном и духовном аспектах? Ответ очень даже прост. Преданность и верность в вопросах здоровья приготовили равную верность в духовных вопросах. Мы говорим о первой главе Даниила. Но теперь послушайте из манускрипта 55. Помните, она говорит, что восстановление тела подготавливает путь к восстановлению души. И это не только восстановление, но и удерживание в соответственной кондиции. И слышали ли вы эту цитату часто, иногда или никогда? Знаете ли вы об этом? Мы находимся под таким сильным влиянием духа времени, что мы полностью разделили человека на телесную часть и духовную часть, умственную часть. И я могу вам доказать из Писаний, что это не произошло случайно. Но что это часть сатанинского плана, чтобы отделить человечество от десяти заповедей и вообще от всех заповедей Бога. Мы должны очень четко понимать, что здоровье и исцеление тела, разума и духа было и всегда будет даровано только при условии послушания. И всегда значит всегда. И вы можете сказать, подождите, подождите, как может быть исцеление после возвращения Христа? И мы на новой земле, и смерти нет, и драгона нет, дьявол мертв, демоны ушли. Где же здесь есть потребность в каком-то исцелении? Но вы знаете это. Вы знаете, что на новой земле будет дерево жизни. И мы будем не только есть его плоды, дающие нам вечную жизнь. Но мы будем также есть его листья. По какой причине? Для исцеления народов. В одной цитате Эллен Уайт говорит, что эти листья являются символом божьих заповедей. Так что мы можем их уже есть здесь, на этой земле. Ибо у нас уже есть дерево жизни и дерево познания добра и зла. Делай, не делай. Это два дерева на всех планетах во Вселенной. Итак, есть обещания, обетование и условия для исцеления. И это доверяй и будь послушен. И дорогие, это не новый свет. Это уже было дано три с половиной тысячи лет назад. Если ты будешь слушаться глаза Господа, Бога твоего, и делать угодные перед очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой. Все уставы, ни одной болезни, целитель твой. Ни одной, имеется в виду болезни, прямо связана со всеми уставами. Если бы вы были Богом, и все люди на земле жалуются, Боже, почему так много страданий? Что бы вы ответили на месте Бога? Нет ни одной проблемы, ни одной смерти, ни одной болезни, которые были бы вызваны чем-то другим, нежели грехом. И я не говорю, что все болезни вызваны вашим активным согрешением. Но это было бы другим отвлетвлением в этой теме. Давайте будем оставаться в теме Духа Ильи. Свидетельство для церкви 9 том. Она говорит, Господь дал свое слово древнему Израилю, и мы хотим проверять каждое слово на основании двух свидетелей. И у нас есть закон и свидетельство. Два свидетеля. И если бы израильтяне по-настоящему привязались к своему Богу и выполняли сколько? Все его требования, он уберег бы их от всех болезней, которые навлек на египтян. Но его обещание было дано на условии послушания. Я могу продолжить, как это условие послушания связано с Евангелия. Если бы израильтяне последовали Божьим наставлениям и извлекли из них пользу, тогда они всему миру преподали бы нагрядный урок здоровья и процветания. Представьте только это себе. Пример подражания для всех людей на планете. Но это не было планом Бога только для прошлого. Это все еще план Бога и в 2021 году. Среди этой пландемии большинство из нас не знает, что делать. И я думаю, что это из-за недостатка информации. Потому что если мы не читаем, не изучаем, мы в конце концов будем истреблены, как говорит пророк Осия. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Но я благодарен, что есть одно но. Но в таких людях, как Иосиф, Иданиил, Моисей, Ирия, а также во многих других, мы видим доблестные примеры «добрых последствий правильного образа жизни». Подобная верность сегодня приведет к таким же результатам. Какое обещание? Без лимита для тех, кто ставит свое «я» в сторону и предоставляет Духу пространство для действий. В то время, когда Бог ждет на Его собственный народ, чтобы Он – народ, чтобы мы поняли, что мы особенные, в то время мы прилагаем много усилий, чтобы показать миру, что мы не отличаемся. Итак, мы помним, когда Иисус применил типологию Ирии к служению Иоанна, так сказать, второго Ирии, Он сказал нам, что Он все восстановит, устроит. Матфея 17. Ирия должен прийти прежде и устроить. Немного, не несколько, устроит все. Что же Ирия собирается устроить, восстановить? О чем Иисус говорит, говоря «восстановит все вещи»? В контексте изучения Малахии и Второзакония вы это знаете? Где бы вы начали с восстановлением? Я знаю, где бы я начал. Я бы возвратился прямо в Эдемский сад, ибо там мы находим микро-структуру того, что есть против реформы здоровья и реформации. А именно это есть сомнение, ложь и независимость. И пожалуйста, не говорите, что с вами бы никогда не случилось то, что произошло с Адамом и Евой. Ибо на самом деле независимость есть не что иное, как фраза для «делай что хочешь». Влияет ли это также на нас, когда речь идет о стиле жизни, вопросах здоровья и так далее? Я думаю, что да. Как так получилось, что у нас столько знаний об этом, но мы все же далеко позади по сравнению с тем, где бы мы могли быть. Это потому, что сила нашей воли находится в дисгармонии с волей Бога. Эллен Вайт говорит, что сатана предпримет последнее большое обольщение. Сегодня сатана заявляет, что закон, провозглашенный самим Богом, несовершенен, что некоторые его предписания уже отменены. Это последний, великий обман, который он попытается навязать миру. Нарушая всего одну заповедь, люди оказываются во власти сатаны. Я думаю, что мы забыли это важное знание. Мы думаем, что грех опасен, но не смертелен. Это является причиной, почему мы обходимся с грехом, как будто это игра. Все вынуждены сделать выбор между законом Божьим и законами людей. Четкая граница разделит всех на две группы. И эти группы не будут называться либерали и консерваторы. Но послушные и непослушные. Это то, что она говорит. Верных закону или восставших против него. Подменяя закон Божий, человеческим законом сатана попытается овладеть миром. И это предсказано в пророчествах. И мы сейчас находимся в этом процессе. И большинство адвентистов, я уверен, думают о субботе. И это не неправильно. Но знали ли вы, что суббота является также частью реформы здоровья? И даже больше. Но мы должны помнить, что мировое доминирование, господство, контроль, что это то, что происходит сейчас, на всех уровнях. Поняли ли вы, что произошло на протяжении последних 16 месяцев? Дьявол, сатана, подменил все принципы здоровья принципами ВОЗа. Кроме мытья рук. Но мы это делали так же и раньше. Итак, это важно понимать. Но у нас очень мало времени. Мы постоянно боремся со временем. Давайте подойдем к месту посадки. Давайте рассмотрим другую типологию, которая очень связана с пророчеством Ильи. И это Илисей и дух Ильи. Итак, вы знаете эту историю, так что сэкономим здесь время. Потому что я верю, что это не раскрытая типология Наамана, которая еще больше раскрывает типологию Ильи. Ибо помните, вся миссия Ильи касается восстановления и исцеления. Сейчас мы перепрыгнем в 4 царств 2.9, ибо вы знаете контекст. Илья готовился быть взятым на огненной колеснице прямо на небо. И он так же приготовлял и своего преемника. Когда они перешли, Илья сказал Ильсею, проси. Припоминаете этот вопрос? Проси. Иисус так часто говорил, просите, просите и получите. Бог предлагает нам выбор. Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. И сказал Ильсей. Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Илья сказал, ох, трудного ты просишь. Но как думаете, было ли это прошение удовлетворено? Ибо в некоторых библиях это не очень понятно. Потому что Илья говорит, если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет. Так что как думаете, было ли это желание исполнено? 15 стих. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне, издали, и сказали, опочил дух Ирии на Элисея. Итак, сейчас Элисей для его служения получил духа, который был предсказан для народа конца времени перед пришествием Христа. Что будет ключевым в его служении? Это целое типологическое изучение. Вы знаете историю, что произошло. Больной царь посылает за пророком. Потом пророк приходит, и царь, который должен бы знать лучше, он же лидер Израиля, и он не знает, что делать. Он читает письмо другого царя, и он жалуется. Просто представьте себе, неверующий слышит о вашей миссии, служении, и он присылает кого-то к вам, и вы начинаете жаловаться. И когда вы читаете ответ царя, вы увидите, что он пять раз говорит слово «Я». «Я», 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 «Я». И последнее «Я» говорит, что «Что он думает о себе, разве я Бог?» У нас есть лидер, у которого кризис идентичности. Это то, с чем мы столкнулись прямо сейчас в нашей церкви. У нас есть лидеры с кризисом идентичности. Многие не знают. Я не говорю все, но многие не знают, что делать. И даже хуже, когда Бог посылает нам людей, мы их отсылаем прочь, потому что мы говорим «О, вы для нас представляете опасность». Я лично знаю людей, пришедших в общину, и их выгнали. Они были в миру и смотрели видео, например, Вальтера Файта, и их выгнали. И царь в его кризисе идентичности разрывает его одежды, и Энсей приходит и говорит «Почему ты это делаешь?» «Пусть он придет ко мне, пусть знает, что в Израиле есть пророк». Это типология. Есть молодая девушка в Самарии, у нее нет медицинского образования. Единственное, что она сделала, она сказала «Там есть пророк, там есть дух пророчества». «Попробуй это». И история продолжается. И царь приходит на лошадях и в каретах помпезно. А Элисей даже не выходит за дверь. Почему? Почему Элисей был таким грубим? Он даже не выглянул из окна, чтобы махнуть рукою в знак привета. Ничего. Он выслал слугу. Вы сейчас увидите почему. Итак, давайте сократим эту историю. Элисей говорит царю «Иди и умойся семь раз». Итак, держите в голове. Есть дух пророчества. И душа, больная грехом, даже не имеет личного контакта с этой личностью. Это было просто передано с помощью другого посланника, у которого не было никакого медицинского образования. И он говорит «Твоя кожа исцелится, и не только это. ты очистишься». И вы знаете, Нейман разгневался. Он почти возвратился домой. И он говорит «Разве такого лечения мало в нашей стране?» На самом деле я не говорю о водном лечении. Конечно, это прекрасное применение воды. Но теперь посмотрите на образ мышления Неймана. И это тип до антитипа Неймана в будущем, перед приходом Христа, для душ, больных грехом. Нейман был зол и сказал «Вот, я думал, что он выйдет». Это искаженное мышление. Припоминайте Ахава. Ахав говорил «Ты нарушитель спокойствия». Ибо он таким образом дал определение греху, вместо того, что сам грех приводит к проблеме. «Вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего и возложит руку свою на то место и снимет проказу». Как вы это называете? Да, магия. Нейман ожидал исцеления чудом, волшебством. На самом деле, каждое исцеление, где нет. Элемент послушания является типом для магических исцелений. На самом деле, Библия говорит, что исцеление без послушания есть колдовство. «Бог не творит чудес, чтобы оградить от болезней тех, кто не заботится о себе сам, но постоянно нарушает законы здоровья и не прилагает никаких усилий к тому, чтобы предотвратить заболевание». Это причина, по которой Елисей не вышел из дома, потому что он знал ментальную установку этого подверженного влиянию магии и колдовства Неймана. И это образ мышления 95% населения мира. Дай мне что-то, что мне поможет без послушания. Помните первую тему? Как Эллен Уайт определила идолопоклонство? Она сказала все, что я ожидаю должно мне помочь и вытесняет любовь к Богу, займет в моей жизни место идола. И мы все дискутируем и дискутируем и дискутируем об эффективности масок, не понимая истинный концепт восстановления. Я посмотрел в словаре слово «волшебство». Это синоним для ведемства. Это было в словаре. То есть я спросил у мира. И противление дословно значит нежелание статься. Другими словами, неповиновение. Итак, чего же царь Саул ожидал от Самуила? Молись за меня. Принеси в жертву животных. Та же ментальная установка, как и у Неймана. Но он был идолопоклонником. И где кончилась жизнь Саула? В колдовстве. Открытой магии. Итак, исцеление и восстановление без послушания есть чем? Волшебством. И сейчас мы приближаемся к посадочной полосе. Я должен признаться, что я изучаю откровения на протяжении десятилетий. Но с приходом к план Демии Бог открыл мне новые взгляды. Давайте прочитаем откровение 18, 23. «Ибо купцы твои, — он говорит о Вавилоне, — были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы». Теперь, пожалуйста, покажите мне, куда приглашаются прямо сегодня все народы, на какие семинары, где они учатся, как поклоняться сатане. Я знаю, что в этом мире есть много оккультизма. Этот мир полон оккультизма. Но если вы посмотрите в словаре «Стронга», я хочу вам что-то показать. Здесь слово «волшебство» есть третьим или четвертым возможным значением для этого слова. И это зависит от количества мест, где это слово используется в Библии. Итак, как вы думаете, что есть первым значением, которое в большинстве случаев используется в Библии для этого греческого слова «фармакея»? Использование или принятие медикаментов. Второе значение «отравление». Теперь скажите мне, что это не имеет ничего общего с тем, что происходит вокруг глобальной программы «вакцевания». Я не приготовил сейчас, но мог бы показать вам массу материалов, мировых ученых, говорящих, что клетки в нашем теле будут отравлены. И в конце концов, они, клетки, совершат самоубийство из-за кризиса идентичности. Ибо это то, что сатана старается провернуть, ввести наши клетки, нашу иммунную систему в кризис идентичности. Я бы мог продолжать, но нам нужно остановиться. Пусть врачи учат людей, что восстановительная сила, и эта сила Ильи, находится не в лекарствах, а в природе. Болезнь – это попытка природы освободить организм от последствий нарушения законов здоровья. Вспомните, что было сказано в Ильи, что он восстановит все, и восстановительная сила не находится в медикаментах. Так что это не есть частью «неси Ильи» – медикаменты. Люди, вырабатывающие у себя привычку пить лекарства, грешат против своего разума и ставят под угрозу дальнейшую жизнь. Скажите мне, что это не имеет ничего общего с тем, что происходит прямо сейчас. Но мы молчим. Потому что мы или не понимаем, или мы боимся говорить. Лекарства никогда не лечат болезнь. Они лишь изменяют ее форму и расположение. Когда лекарства вводятся в систему, в течение некоторого времени кажется, что они оказывают благотворное воздействие. Может произойти изменение, но болезнь не излечивается. Она будет проявляться в другой форме. Как это называется? Это называется обольщение. Посредством чего? Фармакея. Вы понимаете? Это то, о чем говорит откровение, и это пророчество. Помните цитату в начале, где она говорит, что сатана попытается овладеть миром посредством чего? Помните? Подменить закон Божий человеческим законом. Итак, у нас есть хэппи-энд, счастливый конец. Он окунулся в воду 7 раз, и в конце концов, как все закончилось? Он стал послушным. Он послушался, и его кожа очистилась. Какой результат? Что происходит, когда обновление происходит, соответственно, духу Ильи? Получаем мы тогда здоровых грешников? Нет. Вот, я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Эллен Уайт говорит, что исцеление произошло как? Посредством добровольного повиновения. Итак, мы даже не знаем, что мы имеем. Ибо то, что вы здесь можете видеть, не является просто каким-то концептом или семинаром. Это антитип того, что произошло с Нееманом, потому что он окунулся 7 раз. Мы приходим к заключению, что послушание Богу есть только дополнением. Нет. Каждое окунание было актом доверия и послушания. Так что доверие есть базисом для каждого шага. И это не одно из дополнений. И это антитип, как исцелять души, больные грехом. Знаете этого человека? Колин Кэмпбелл, он привел исследование под названием China Study. Я не знаю никого, кто бы был более точен вопрос о здоровье, чем Эрин Вайт. В Израиле есть пророк. Глядя на ее биографию, можно сказать, что она действительно впечатляющая женщина. Я убедился, что почти 100% того, что она говорила, сегодня подтверждается научными данными, появившимися за последние два десятилетия. Что мне стало ясно и даже глубоко беспокоит меня, так это то, почему это послание Эрин Вайт и других было убрано сквозь долой из полок. Мне совершенно ясно, что сейчас самое время вывести это знание на передний план, любым способом, который под силу каждому из нас. Последнее обетование. Псалом 102, стих 3. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои. Братья и сестры, давайте скажем миру, что в Израиле есть пророк. И давайте сообщим миру, что есть Бог, которому под силу исцелить все наши недуги. Послание Ирии есть с бальзамом Галлады. Что скажете? Давайте помолимся. Спасибо тебе, Небесный Отец, что мы так чудно сделаны. Господь, мы просим о прощении за всякий сознательный и несознательный бунт против твоего закона. Господь, мы понимаем, что стоим впереди великой борьбы. Дело не в том, что это закон здоровья или моральный или естественный закон. Единственный вопрос, который имеет значение, исходит ли это из твоего рта или это только человеческая идея и идеология. Господь, пожалуйста, дай нам смелость быть храбрым в это время. Господь, мы хотим быть частью движения, у которого есть дух и сила, которые также были и уйди. Благослови нас и помоги нам занять то место, которое ты уже приготовил для каждого из нас. Мы молимся об этом в Твое прекрасное имя, Господь Иисус Христос. Аминь. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...